Всем привет, с вами Priya. Сегодня мы поговорим об изменении классов в Shadowlands. Изменений там довольно-таки много. Видосик, ну, часа на два. Не знаю, посмотрим, насколько на самом-то деле, но я так маленько пролистал и увидел масштаб абсолютно всех описаний каких-либо способностей и немножко ужаснулся тому количеству информации, которое дано. Ладно, хватит этого предисловия. Давайте начнем. Изменение классов в Shadowlands. Всякий текст написан, тут выделенный жирный текст. Прежде чем отправиться в темные земли, защитники Азерота вспомнят свои старые способности и обретут новые, которые помогут им удалить ужасных противников в царствах смерти. Вспомнят свои старые способности. Вот, то есть, все дополнения мы деградировали, было кнопочек мало и все такое прочее, а тут вот темные земли настали, и мы такие поумнели и вспомнили свои старые способности. Окей, хорошо. Первый класс, который описан здесь, это Рыцарь Смерти. Вы уже понимаете, да, на кого полный упор делается в этом дополнении. Я вот, например, давно уже понял, потому что тематика Shadowlands'а это тематика мертвичины, мягко говоря, поэтому на ДК, как я считаю, будет делаться такой неплохой маркетинговый упор. Следовательно, ДК будут, ну, весьма хороши. Рыцари Смерти, бывшие слуги Короля Ильича, сражают врагов своей грубой силой, темной магией. В дополнении Легион, специализации Рыцари Смерти были слишком ограничены определенной тематикой. Например, у Фростов был исключительно лед и холод. В дополнении Shadowlands мы объединим основные способности Рыцаря Смерти, вновь открыв доступ всем специализациям к некоторым полезным способностям. Ну, давайте посмотрим, что тут нам интересного расписано. Общие изменения. Когда данные изменения придут в силу, все Рыцари Смерти смогут осквернять вокруг себя землю, чтобы ранить врагов, используя Смерть Разложения. То есть, лужа будет абсолютно у всех специализаций. Разве сейчас не так? А, наверное, у Фростов ее нет. Окей, Фростом я не играл в ПФА. Или обезвреживать вражеские атаки с помощью зоны антимагии. Зона антимагии в текущий момент это ПВП-талант. И то, по-моему, не во всех он специализациях там имеется. В общем, раньше зона антимагии была обычной кнопкой. Я помню, во времена Асадар Гримара она очень хорошо использовалась. Но теперь она возвращается вновь. Замечательно. Это очень хорошо то, что у ДК появится рейдовый сейв. Кроме того, каждый Рыцарь Смерти теперь снова может воззвать к потусторонним силам и на время превратиться в нежить, использовав перерождение. Ой, я помню, это давно было. Меня как-то БРнули в скелетика. Я что-то делал им. Это давно-давно еще было, когда я только начинал играть. Или же применить воскрешение мертвых и призвать себе жуткого помощника в бою. То есть питомец самый обычный, как, например, за анхоликом сейчас бегает. Можно будет призвать для любой специализации, да? Ну, окей. Типа плюс питомец самый обычный, боевой. Новая способность, жертвенный договор. Позволит Рыцарям Смерти провести запретный ритуал и принести в жертву одного из своих прислужников. Это иконка такого кулачка, поднимающегося вверх. То, что вы жрете хп питомца и регените себе хпшечку. Это полезно. В результате Рыцарь Смерти поглотит жизненные силы прислужника, восстанавливая свое здоровье, а сам прислужник взорвется и поразит ближайших врагов. А теперь это так будет действовать. Ну, моя версия была довольно-таки старой. Ладно. И, наконец, в ловушку из ледяных оков теперь смогут угодить враги любого Рыцаря Смерти. В текущий момент ледяные оковы есть у Фроста, наверное, точно. У Анголика они имеются. Иногда их юзаю в World PvP. Но у Блада их нет. Это очень хорошо, то, что у Блада теперь появятся ледяные оковы. То есть можно будет кайтить моба какого-то таргетного и можно будет нормально цели замедлять, а не обычным там ударом в сердце, который 20% всего режет. И вот изменения касательно Блад ДК. Ветка Кровь. Чувствуя себя среди мертвецов темных земель, как дома, Рыцари Смерти со специализацией Кровь могут выучить новые способности и таланты. Кровоотвод позволит Рыцарям Смерти поглощать сущность павших врагов, накапливая одну руну. Ну то есть получается с каждого трупа по одной руне. Или я неправильно это понимаю. Но если оно так и есть, то, например, в Мифик Плюсах очень хорошо будут руны регениться. Далее. Эффект перезаряжается после каждого использования заряда костяного щита. А, то есть это так даже работает. Окей. Блад ДК также получит способность Сохват рун, которую не нужно будет выбирать в качестве таланта. Вот это очень хорошо на самом-то деле. Смотря еще какие таланты нас ждут в Shadowlands, но Захват рун это очень хороший микросейв. То есть это минус 40% там на 3 секунды с КД, по-моему, 25 или 30 секунд. Это очень хорошо с целью того, чтобы закрыться от какого-то там мощного удара какого-нибудь босса. Наслаждение кровью будет лечить этих воинов крови за каждые активные зарядкости нового щита. И давать им 5 единиц силы рун при использовании смерти и разложения, когда активно алая плеть. Это, знаете, как сейчас имеется азеритовый талант? Вот, по-моему, это то же самое касательно наслаждения кровью. Ну, по-моему, да. Фрост ДК. Воспоминания о легендарном мече Короля Леча Ледяной Скорби до сих пор трогают сердца рыцарей смерти со специализацией лёд. И теперь они снова смогут рубить врагов одноручным оружием в каждой руке. Или одним двуручным оружием. То есть, у вас есть выбор. Либо две одноручки, либо одна двуручка. Как это было ещё давно-давно. Пребывание в суровой тундре Нордскола многому научило ДК. Теперь эти знания превратились в новые способности и таланты. Любимая многими способность ярости ледного змея будет доступна всем рыцарям смерти с данной специализацией, а не только тем, кто выбрал её в качестве таланта. Гипотермия будет на некоторое время в два раза уменьшать затраты силы рун на использование способностей, позволяя рыцарю смерти сражать всех на своём пути. Я не знаю, что такое гипотермия. Давайте чекнем. Это что-то связано с артефактом легиона. Не знаю, я не могу это вспомнить. Я уверен, что в комментариях найдутся фрозы ДК, которые оценят это нововведение и скажут, полезно это или не особо. Идём дальше. Нечестивость. Анхоли ДК. Как много текста. Управлять воскрешёнными мертвецами в какой-то степени могут все рыцари смерти. Однако те, кто выбрал Анхоли ветку, решили полностью посвятить себя некромантии, их способности должны это демонстрировать. Все рыцари смерти со специализацией нечестивость смогут заручиться поддержкой крылатых чудищ. По-моему, тут не должен быть мягкий знак, но... Окей. Используя способность Призыв Гаргульи, которая ранее являлась талантом, войско проклятых вернётся с новой силой и вместе со знакомым и верным прислужником, чародеем войско мёртвых. Эти грозные маги сражались плечом к плечу со знаменосцами Малдраксуса, закидывая врагов ледяными стрелами и стрелами тьмы. Они значительно повышают боевую мощь армии Нежити подвластных Рысарем Смерти. Использование заклинаний Лик Смерти и Эпидемия будут ускорять восстановление войска мёртвых. Сейчас талант есть. Он слева находится. Войско пропитых называется, по-моему, этот талант. И за каждый Койл, за каждый Лик Смерти войско мёртвых, то есть Урст основной 8-минутного кулдауна у Анхолика, он сокращается на 5 секунд. Вот. Это позволит Рыцарям Смерти специализацию нечестивость призвать себе на помощь нескончаемый поток жутких тварей. Чародей войско мёртвых придёт на подмогу Рыцарю Смерти после того, как тот применит способность Апокалипсис. Но это, знаете, как сейчас от Азеритового таланта. Есть Азеритовый талант под названием И в тот момент, когда вы юзаете Апокалипсис или войско мёртвых, там призываются Чародей, которые дамагают. Которая также будет восстанавливаться быстрее после применения Лика Смерти и Эпидемии. Ну, точно самое такое же, что и с войском мёртвых. То, что за каждый койл просто будет откатываться при выборе таланта. Ну, тут теперь это базово просто будет, и талант брать не нужно. Искусность Клинок Ужаса будет усиливать и Слуг, и Хозяина. Ведь к преждему эффекту добавится увеличение урона от тёмной магии Рыцаря Смерти, а также урона его прислужников. С такой силой они точно сметут всех на своём пути. В текущий момент искусность у Анхоли ДК работает таким образом, то, что повышается только урон от тёмной магии. Ну, то есть нас. Наш дэмэдж повышается. Эта искусность усиливает нас. Но если теперь ещё и питомцы будут разгоняться за счёт искусности, это, наверное, будет не особо-то такой бесполезный стат. То есть Анхоли ДК немножко даже реворкнуты, переработаны, что ли, за счёт искусности. Ну, мы помним о том, что все эти изменения не окончательные и то, что ещё может быть масса изменений. Охотник на демонов. Охотники на демонов были добавлены в игру в дополнение Легион. В тот момент выбирать специализацию персонажа нужно было при его создании. Благодаря артефактному оружию каждая специализация оказалась полноценным классом. Всё это отразилось на способностях ДХ. И хотя у специализации истребления и месть есть некоторые сходства, мы хотим сблизить их ещё больше. Например, с помощью общего ресурса и способностей. Знаете, я вчера ковенанты рассматривал на видосике. Там было сказано о том, что будет регениться гнев. И я так посидел, порассуждал, ведь в одном спеке боль, в другом гнев. Ну, что-то тут не так, а теперь всё разъяснено. Это замечательно. Все охотники будут использовать гнев, который будет подпитывать их неистовые атаки. Обжигающий жар доступен всему классу. Истребление. Это дамагерская ветка, и у них появится новая пассивная способность, вечная ненависть, которая повысит их максимальное количество гнева и позволит совершать больше ударов. Также талант Чёрная Рана будет переработан в Разрыв Сущности, который наносит урон от магии Хаоса, а также на короткое время значительно увеличивает урон от удара Хаоса, и танца клинков. Ну то есть это получается некий бурст, какое-то увеличение дамеджа еще дополнительное. Ну, окей. Месть. Месть это танки. В данный момент наиболее преимущественным является вариант развития персонажа вокруг таланта Взрывная Душа. Чтобы предоставить игрокам больше вариантов выбора, мы изменим способность раскалывания душ и некоторые таланты. Например, мы сделаем заклинание Демонизм одним из талантов, а опустошение Скверны одной из основных способностей специализации Месть. Так охотники на демона смогут учинять куда больше разрушений. Подобно собратьям со специализацией Истребления, для тех, кто выбрал талант Демонизм, за опустошением Скверны последует временный эффект Метаморфозы. У ДХ-дамагеров в тот момент, когда они кастуют фронзающий взгляд, подрубается Метаморфоза на несколько секунд. И получается, для танков хотят сделать нечто подобное. Хорошо? Значительным изменением подвергнутся многие таланты специализации Месть. Мы объединили несколько популярных талантов, поменяли другие таланты местами, также добавили несколько новых. Короче, полностью все поменяли. Все это должно предоставить игрокам больше возможностей для развития персонажей. Одним из новых талантов является массовое извлечение. Охотник на демонов мгновенно поглощает фрагменты душ у ближайших противников. 1-5. Если охотнику на демонов необходимо принять урон на себя, то ему пригодится талант разрушительный бастион, который повышает восстановление здоровья от опустошения скверны, а избыточное исцеление превращает в щит, который некоторое время поглощает урон. Ох, эта механика с оверхиллом, конечно, она весьма интересна, то, что оверхилл будет теперь полезным, это просто замечательно. Танки всегда любят себя похилить, любят похилить себя больше, нужно, и, например, иногда проходит какой-то хиллкаст в вас, в этот момент вы жмете какую-то свою хиллку, и в итоге то, что вы ее нажали, оно все уходит в оверхилл, и это неприятно, а то, что в итоге это будет уходить в щиток, это довольно-таки неплохо. Итак, друиды. Общие изменения. Все друиды смогут использовать способности свирепый укус, дубовая кожа, смерч, тревожный рев и железный мех, независимо Зачем это писать два раза? Не понял. Кроме того, способность Сердца Дикой Природы вернется в виде таланта для тех, кто хочет использовать в бою и не характерный для своей роли способности. Короче, Сердце Дикой Природы это спелл такой для тех, кто не в курсе, кто, например, будет только начинать играть за друида. Раньше он был, использовался в талантах, вроде бы на каких-то боях он был даже актуален очень. И, например, хилл вжимает это сердечко и дамагает наравне с дамагерами. Там, в кошку, если прыгнет, в сову, если прыгнет, ну, как ему захочется. В общем, ну, это сильный талант, очень даже. У талантов категории Родство, связанных с каждой специализацией, появится дополнительная полезная способность. Родство с балансом получит Тайфун, Родство с силой зверя Калечния, Родство с стражем парализующий Рык, Родство с исцелением Вихрь Урсола. В текущий момент, если вы откроете ветку талантов, то там будет Родство, которое отличается от вашей специализации. Например, если вы в хиле, то вам будет предложено баланс, страж или сила зверя. Если вы в страже, вам будет предложен баланс, исцеление либо сила зверя. Ну, вы просто помимо обычного бонуса по типу, как у баланса на увеличение ренджа коста, получите еще и дополнительный Тайфун с целью того, например, чтобы отталкивать мобов. Это полезно. Соухи. Солнечное и лунное могущества были усилены и превратились в затмения, наподобие того, как способности действовали в дополнение в ОТЛК, гнев и звездный огонь будут приводить друг друга поочередно в состояние лунного и солнечного затмения на более продолжительное время, за исключением парада планет, когда оба затмения будут активны одновременно. Друиды со специальностью баланс, научившиеся управлять циклами затмений, смогут наделять особой мощью заклинания гнев и звездный огонь в ключевые моменты боя. Звездный поток будет продлевать действие текущего затмения, чтобы персонаж мог дольше усиливать гнев или звездный огонь, в то время как звездопад будет увеличивать время действия эффектов солнечный огонь и лунный огонь, благодаря чему использование основных средств расхода мощи тайной магии станет более ситуативным. Я помню, в Дреноре была линия, по которой просто друид гонялся туда-сюда, то кастовал заклинание солнышка, то кастовал заклинание луны. Ну, объясняю простым языком это все, да? И получается, будет что-то подобное, что-то такое же. Ну, если это так, то окей, это вполне было даже интересно. Звездопад также вернется к своему прежнему виду, как в дополнениях своту ЛК по Warlords of Draenor. Вместо выбора нужной области друид призовет на себя каскад звезд и сможет стоять, бегать или махать крыльями, пока их поток поражает всех вокруг. Махать крыльями это, конечно, хорошо, а то, что звездопад будет поражать рядом находящихся врагов, это еще лучше. Друиды это потенциальный класс для голдфарма. И раньше друидов брали для голдфарма с целью того, чтобы ну просто сжать звездопад и пулить абсолютно все вокруг. Вот. В тот момент, когда звездопад изменили, темп друида немножко упал. Теперь же темп будет вновь хороший. Сила зверя. Переработанный талант кровавые когти позволит свирепым кошкам по-настоящему раскрыть свою первобытную ярость. Если друиды со специализацией силы зверя быстро применят способности полоснуть глубокая рана свирепый укус одну за другой, следующее применение способности нанесет намного больше урона. Это будет выглядеть примерно так? Или как? Окей. Поживем, увидим, как говорится. Далее. Страж. А почему он не открывается? Наверное, изменений нет. Ну да. Ладно, хорошо. Исцеление. Быстрое восстановление вернется к своей предыдущей версии и станет снимать эффекты постепенного исцеления. Ее стоимость и КД будут значительно снижены. При необходимости природная стремительность, одна из основных способностей этой специализации, снова позволит мгновенно применять восстановление, возрождение и гнев деревьев. Единение с духами природы в царстве мертвых пробудило спавшую в друидах способность покровительства природы. С ее помощью друиды со специализацией исцеления смогут восстанавливать союзнику значительное количество здоровья. Искусность гармония, которая повышает эффективность действующего на цель постепенного исцеления, троекратно усилит действие покровительства природы. Ну, как говорится, еще больше отхила, еще больше моментальных способностей интересных, полезных, что самое главное в какие-то критические моменты. Это не может не радовать. Охотник. Общие изменения, чародейский выстрел, звериный глаз, метка охотника, убийственный выстрел, отпугивание и усмиряющий выстрел станут доступны абсолютно всем. Ну, то есть даже сурвам, потому что в тот момент, когда я вчера рассматривал ковенанты, человечек в комментариях один написал о том, что вот же забавно, убийственный выстрел не имеется у сурва и как вообще будет работать ковенант. Я надеюсь, этот человечек посмотрит и этот видос и прекрасно поймет, что убийственный выстрел теперь есть у сурвов тоже. Подготовиться к грядущим битвам-охотникам поможет увеличенная коллекция спутников. Теперь она вмещает больше существ, включая тех, которых они найдут и приручат в призрачных просторах темных земель. Итак, повелитель зверей. Охотники черпают силу в духовной связи со своим спутником, который яростно сражается вместе с хозяином и беспощадно рвет врагов на куски. Они смогут научить своих защитников новому таланту кровопролития, приказать им наброситься на врага. Несчастная жертва начнет истекать кровью, получая больше урона от атак питомца. Запах крови изменен. Теперь этот пассивный эффект активируется при применении звериного гнева и дает два заряда разрывающего выстрела, что позволит спутнику быстро сразить измотанного потерей крови противника. Моему сейчас есть какой-то азеритовый талант такой? Могу ошибаться. Ядовитый укус, который заменит плюющуюся кобру, станет для врага неприятным сюрпризом. После окончания действия звериного гнева на помощь охотнику придет кобра. Чем чаще вы применяли выстрел кобры во время звериного гнева, тем сильнее будут ее атаки. Ну, делаем выстрелы кобры, настакиваем определенные стаки, после завершения звериного гнева вылезает кобра, которая просто все разносит абсолютно. Стрельба. Новый талант меткий стрелок позволит мастерам стрельбы усилить убийственный выстрел, увеличив количество зарядов до двух. Помимо того, оно на короткое время ускорит восстановление прицельного выстрела после каждого использования убийственного выстрела. Связующие кандалы это новый пассивный талант, на короткое время снижающий урон охотнику от противников, которые только что освободились от действия связующего выстрела. Ну, выживание плюсом идет. касательно того, что два дедшота это тоже хорошо. Киллшота, как они называются? Киллшот. Да. Это хорошо, то есть, сразу два подряд их дать. Это интересно вполне. То есть, просто заэкзекутить эту какую-то цель определенную и то, что идет ускорение прицельного выстрела, ну, в длительные бои, в экзекут фазу долгую, это просто будет замечательно. С новым талантом ливень-стрел охотник со специализацией стрельба сможет обрушивать на выбранную область поток стрел половину обычного урона, пока длится действие коварных выстрелов. Ну, какая-то ауешка красивая. Опять же, это все сходство немножко с диабло идет, ливень-стрел, ливень-возмездие есть в диабло, ну, тут он назван по-другому и работает тоже чуть по-другому. Чтобы противостоять ужасам, с которыми предстоит столкнуться в темных землях, охотники со специализацией выживания оттачивают свои навыки и улучшают оружие и снаряжение. Урон от способностей увеличится, затраты концентрации на шакрамы снизятся. Это должно помочь охотникам отолеть чудовищ царство смерти. Ну, какие-то общие изменения и в целом ничего такого особого и не изменилось. Затраты уменьшены, урон увеличен, ну, окей. Общие изменения магов. Чародейский взрыв, вспышка, ледяная стрела, зеркальные изображения снова станут доступны всем специализациям. Огненный оберег, ледяной оберег будут возвращены в игру и послужат магом дополнительной защитой. Замечательно. Способность манипуляции со временем тоже вернется из прошлого. Маги всех специализаций смогут похвастаться умением искажать время. После второго применения этого заклинания или через небольшой отрезок времени маг возвращается в предыдущую точку с тем же количеством здоровья и маны. Также все маги смогут выучить новый талант со средоточием магии, который дает союзнику небольшой бонус к шансу критического урона от заклинаний. Кроме того, когда союзник наносит критический урон заклинанием, маги со специализацией аркан на короткое время получат тот же эффект. Я помню, раньше был такой баф, который таргет навешался на человека. Если у приставища будет придание сил, ну, хорошо, но мы еще дойдем до этого. Если там будет придание сил, то все понятно, к чему возвращается это дополнение. Но лично мне все понятно станет. Темные земли полны дикой неукрощенной магии. Самым отчаянным чародеям мазероты не терпится заполучить ее. Ясность мысли дополнительно суммируется, что делает магов еще более грозными противниками. Искусность теперь увеличивает урон от заклинаний, а не только от чародейской вспышки и шквала. Касание мага будет переведено из категории талантов в категорию способностей. Поражая врага этим заклинанием, маги аркан наносят дополнительный урон от тайной магии, который затем передается окружающим противникам. Микроауешка, которая теперь есть в способностях. Хорошо. Новый талант просвещения зависит от расхода маны. Когда количество маны выше определенного уровня, он несколько увеличивает урон от тайной магии. Если ниже этого уровня, то он значительно ускоряет восстановление маны. Ситуативный талант, который, возможно, поможет вам регулировать запас маны? Огонь. Какой маг? Вообще огонь. Маги со специализацией Огонь теперь смогут лучше контролировать, как и когда распространяется эффект воспламенения благодаря обновленному заклинанию искусность воспламенения. Вспышка служит катализатором. Если использовать ее против врага, на которого действует воспламенение, оно распространяется на восьмерых противников около цели. Если это еще будет в виде красивой анимации, это повод поиграть за фаермага. Таланты специализации Огонь тоже будут обновлены, чтобы поощрить смену стиля игры в зависимости от ситуации. Взрывная волна наносит больше урона. Продленное время замедления поможет держать противников на расстоянии, пока вы наносите им урон. Замечательно, то есть можно будет мобов покайтить или игроков. Если вы из тех магов, что хотят поджечь весь мир, радуйтесь. Разжигание будет еще сильнее сокращать время восстановления, так что маги смогут воспользоваться возгоранием раньше и обрушить один критический удар за другим. Радости полные штаны. Не знаю, но опытные фаермаги, если есть, я думаю, оценят это изменение. Для меня же это просто какие-то буквы. Бонус к урону от пироклазма тоже увеличится. Применять следующую огненную глыбу станет намного выгоднее. Но куда уж еще-то выгоднее, она и так много дэмэджа делает. С зеркальным изображением и манипуляциями со временем у магов со специализацией лед появится немало интересных комбинаций. Одно из наиболее значимых изменений это обновление отрицательного эффекта зимняя стужа от способности шквал. Ранее зимняя стужа была привязана к эффекту шквал, снижающему скорость передвижения. Требовалось действовать очень быстро и проверять расстояние до цели, чтобы наносить максимальное количество урона. Shadowlands зимняя стужа станет действовать дольше и заморозит цель на время применения следующих двух заклинаний, что повышает шанс критического удара для мага и его союзников. Дебафы от мага на цель звучит интересно. Монахи Устранение вреда, укрепляющий отвар, танцующий журавль и смертельное касание доступны всем монахам. Помимо того, смертельное касание будет моментально убивать врагов с меньшим запасом здоровья, чем у монаха, как в предыдущей версии этой способности. Ну, в Пандарии, по-моему, так было еще. Насчет Дренора не вспомню. Применение смертельного касания даст каждой специализации свое преимущество. Все три специализации получат возможность призывать своего небожителя на поле боя с помощью способностей, которые раньше были талантами. Замечательно. Выносливые монахи-танки всегда готовы встать на защиту естественного равновесия и смогут разить противников как оружием в каждой руке, так и двуручным. Ну, окей, хорошо, то же самое, что и у Фрост ДК. Также монахи вновь получат пассивку скрытые резервы, которые увеличивают количество срочного пошатывания бросившись навстречу друг к другу. Монах и его цель сталкиваются, что он некоторое время оглушает ее. Все монахи со специализацией хмелевар смогут применить способность призыв нюдзао, которая раньше была талантом, который примет на себя часть отсроченного пошатывания урона. Нюдзао также вносит дополнительный урон в зависимости от количества очищенного отсроченного урона. Смертельное касание будет не только моментально убивать любое существо, у которого меньше здоровья, чем у монаха, но и снимет оставшийся отсроченный урон. Хмелевары могут наполнить свои отвары божественной силой с помощью нового таланта Небесное пламя. Отвары с некоторой вероятностью накладывают эффект Небесного пламени, который увеличивает поглощение урона пламенным дыханием, распространяет урон от него на цели, пораженные танцующим журавлем. Взрывной бочонок вновь появится в списке талантов, обжигая врагов и на некоторое время ослепляя их. Это же замечательно! Ну, наконец-то у монахов будет настолько хорошее пошатывание, что оно будет ну реально божественным. Ткач Туманов Все монахи Хилы смогут воспользоваться способностью призыв Юй Лун, чтобы призвать на помощь Небожителя, восполняющего здоровье союзников за счет небесного дыхания и создающего целительные сферы. Смертельное касание теперь мгновенно убивает любое существо, запас которого меньше, чем у монаха со специализацией ткач Туманов. Также образуют целительные сферы для союзников. Ну, дополнительный отхил лишним никогда не будет. Я уже говорил эту фразу, но все же повторю ее вновь. Талант призыв Чидзы Красного Журавля вновь можно будет использовать, чтобы несколько повысить физ урон и исцелять союзников. Чидзы делает монахов со специализацией ткач Туманов невосприимчивыми к отрицательным эффектам, влияющим на передвижение, так что во время боя те смогут постоянно двигаться. Ну, то есть у монаха и так хила много мобильности, мы им еще и прикрутим Чидзы, чтобы их нельзя было рутать. Интересно, интересно, это будет очень в ПВП, конечно, выглядеть. Танцующие с ветром также смогут пользоваться двуручками или одноручками, все монахи смогут призвать в бой могучего союзника призыв Сюэня Белого Тигра. Сюэнь будет сражаться на стороне монаха и атаковать врагов Тигриной Молнии, наносящий дополнительный урон по целям монаха. Смертельное касание моментально убивает цель запас здоровья, которых меньше, чем у ВВ, также призывает сферы Ци, которые монах может использовать для нанесения сокрушительных ударов. Дополнительные ресурсы. Магия Диких Богов, что свободно странствует по Андервельдским лесам в темных землях, пробуждает в танцующих с ветром монахах знания о танце Чидзы. Новый пассивный талант с определенной вероятностью позволяет применить способность Танцующий Журавль без затрат энергии и увеличивает урон, наносимый ей всем пораженным целям. В текущий момент имеется такой азеритовый талант. Теперь же это будет пассивный талант. А также будет работать то, что с определенной вероятностью можно будет применить без затрат энергии этого танцующего Журавля. Это, конечно, интересно все. То, что азеритовые таланты переносятся в какие-то пассивные таланты, пассивные способности. Но нужно ли прикручивать фишки старого дополнения к новому дополнению? Вот это вопрос хороший. Я рассмотрел уже шесть классов, и у ДК это мы заметили, у Монаха заметили. Ну, то есть зачем? Ну, был ВФА, ну, были азеритовые таланты, ну, пускай они были. Зачем их реворкать и делать как-то вновь? Я не знаю, я не понимаю этого. Идем дальше. Паладины. Заклинания, жертвенное благословение, молот гнева, поиск нежити, щит праведника, изгнание зла, торжество будут доступны всем паладинам. Также все паладины будут использовать энергию света как для нанесения урона противникам, так и для помощи своим союзникам. Энергию света можно получить при применении способностей, например, удара воина вызвать к силе света и уничтожить своих противников или защитить соратников такими могущественными заклинаниями, как торжество или щит праведника. Будучи воителями света, паладинам способны использовать могущественные ауры, оберегающие или усиливающие их союзников. Паладины снова смогут использовать ауру с средоточностью, уменьшающую длительность эффектов прерывания и немоты. Переработанная аура воздаяния поможет паладинам отомстить за поверженных соратников, накладывая на них краткосрочный эффект гнева карателя, придавая святым воителям силы для того, чтобы повергнуть зло или спасти оставшихся в живых союзников. Аура воина света и аура благочестия также доступны для всех паладинов. Рассказываю, как будут выглядеть рейды в Shadowlands. Вы берете паладинов, они будут спорить, кто какую ауру дает, либо RL будет орать на паладинов, чтобы они вжали именно ту ауру, которая требуется. Ну, это нормальная практика, это будет, так что готовьтесь. Это в принципе нормально. Кроме того, всем паладинам будут доступны таланты, предоставляющие дополнительные способы использования энергии света и управления ей. Паладины всех специализаций смогут выбрать талант Божественный Замысел, который с достаточно высокой вероятностью срабатывания после применения способностей расходующих энергию света позволяет применить следующую способность без затрат энергии света. Объем нанесенного ею урона или восстановленного здоровья увеличится. Талант Святой Каратель позволит накапливать большое количество энергии света за короткий промежуток времени. Талант Серафим расходует энергию света и на некоторое время повышает второстепенные характеристики паладина. Я помню у Протпаладина был Серафим, не знаю насчет текущего патча, есть ли он сейчас, и он сжирал щит праведника и увеличивал вторичные статы. Если сейчас он будет расходовать энергию света, то это будет поприятнее. Свет Сила Азерита Проблеск Света станет талантом 50 уровня в одном ряду с другими очень эффективными вариантами, такими как Частица Веры. Ряд талантов паладинов со специализацией Свет, связанных с аурами, заменен на панель аур общую для всего класса. Но несмотря на это, паладины со специализацией все еще будут обладать уникальной способностью усилить любую ауру с помощью заклинания владения аурами. Опять же, Азеритовые таланты переносят в таланты класса, в таланты специализации. Зачем? Непонятно, забыть бы о них, как о страшном сне, и все. Защита В стремлении соблюдать клятву о защите невиновных паладины со специализацией защиты теперь излучают яркий свет. Это новый пассивный эффект, позволяющий применить торжество без затрат энергии после того, как правосудие носят критический урон, чтобы защитить себя и своих соратников от противников. Критуем, юзаем торжество, критуем, юзаем торжество. То есть, пока что ничего нового. Воздаяние. Даже самые мрачные уголки темных земель лишь распаляют в паладинах со специализацией воздаяния стремление к доблестым подвигам во имя света. Способность испепеляющий след больше не является талантом и доступна всем паладинам с этой специализацией, поэтому теперь каждый воитель света может искоренять зло с помощью этого могучего удара, что поражает всех противников поблизости, а тех, кто выжил, значительно замедляет. Демоны и нежить особенно уязвимы к этой способности. Если поразить ей таких противников, на них накладывается длительный эффект оглушения. Ранее в легионе испепеляющий след это был юз артефакта, использование артефактного оружия. В БФА это талант, теперь же это способность. Замечательно, пришли к истокам. Небесная мощь будет доступна в качестве таланта. Ранее это была сила азерита. Но это смешно уже просто, ну зачем? Который с определенной вероятностью после применения удара воина света позволяет применить божественную бурю без затрат энергии света нанести этой способностью значительно увеличенный урон. Дополнительная ауе, которая ранее была в азеритовых талантах, впрочем, ничего нового. Ну зачем? Зачем? Для чего? Я не устану бомбить насчет этого. Ну серьезно. Ну были эти азеритовые таланты? Ну и были. Все. Все. Пока. Далее. Послушание. Жрецы в совершенстве умеют совмещать светлую и темную сторону. Изменения данной специализации в дополнении Shadowlands затронут обе стороны этого спектра. Новое заклинание Ласка света доступно лишь самым могущественным адептам светлой магии. С его помощью жрецы со специализацией дисциплины послушания смогут исцелить своих соратников защитить их слово сила барьер затем снова исцелить всех кто находится под барьером в момент истечения срока его действия. Ставится купол и теперь он будет хилить раньше же у него был эффект на уменьшение получаемого демеджа я надеюсь то что он останется и под словом защитить их подразумевается именно это я на это очень надеюсь те же жрецы что отважатся прибегнуть к силам темной магии могут изучить заклинания темный завет это переработанный талант мгновенно восстанавливает запас здоровья выбранному персонажу и четырем другим раненым союзникам в небольшом радиусе под основной цели также на небольшой срок увеличивает наносимый жрецом урон в течении в течение этого срока нельзя применять заклинания светлой магии это что-то по типу темного архангела опыт алант такой имеется ну и интересно выглядит в дополнение шадоулендс жрецы со специализацией послушания впервые смогут воспользоваться заклинанием взрыв разума заклинание послужит сильным источником урона исцелит союзников благодаря эффекту искупления вины и предоставит поглощающий урон щит но затраты маны на его применение весьма высоки свет через брешь в защитной завесе влияние на ару проникло в темные земли благодаря чему их верные последователи даже там могут черпать их силу заклинание круг исцеления доступно всем жрецам со специализацией свет его место займет новый талант молитвенный круг этот талант улучшает круг исцеления на короткий срок после применения этого заклинания время произнесения заклинания молитвы исцеления уменьшается ну то есть дополнительный отхил уменьшение времени произнесения заклинания ну возможно это будет полезно опять же касательно всех этих талантов все зависит от того какие другие таланты будут предложены в этой полосе талантов если какие-то мощнее то эти новые таланты даже не будут играть смысл от них если другие таланты являются более мощными тьма мы добрались до самого интересного мне рассказали то что у шп в этом все очень интересно возвращение к истокам мы сейчас ознакомимся с этим в мире смерти жрецы со специализацией тьма смогут достичь вершин своего могущества с помощью нового таланта смерть и безумие каждый раз когда заклинание слова тьмы смерть убивает свою цель уровень безумия значительно повышается в течение нескольких секунд кроме того кд слова тьмы смерть мгновенно завершается заклинание сразу же можно применить на следующего противника ну можно нормально дамагать нормально как-то юзать экзекуточку в виде швд ну слово тьмы смерть хорошо заклинание покорения безумию возвращается в игру но теперь оно не так просто как кажется при произнесении этого заклинания уровень безумия жреца резко повышается против цели применяется заклинание извержения бездны в течение длительного промежутка времени уровень безумия повышается на 100% эффективнее жрец также может произносить заклинание на ходу но за такое могущество придется заплатить немалую цену если жрец не успеет убить свою цель до истечения срока действия эффекта тени поглотят его и он погибнет я помню то что во времена легиона очень в большом количестве жрецы шпшки юзали этот талант и он пользовался особой популярностью теперь же будут они нажимать эту кнопку ну скорее всего да будут когда они ее нажимать ну под последние проценты босса будут ли они умирать конечно конечно же будут ну в общем это все интересно то что было в легионе как-то выглядело что ли лучше то что сейчас предоставлено в виде покорения безумия ну как-то не знаю не очень кайфово выглядит это для престов и их реально жалко переходим дальше разбойник разбойники со специализацией ликвидация останутся непревзойденными знатоками ядов и вновь обретут способность отравляющий укол цель которой в течение определенного времени будет получать увеличенный урон от сил природы как и при использовании ядовитого клинка их яды будут сильнее чем у других разбойников и они смогут быстрее наносить их на свои клинки также гарантированно отравлять цель атакуя их из состояния незаметности также снова смогут применять способность внезапный удар как один из вариантов начала боя из состояния незаметности но мы прекрасно знаем с чего начинается опенер разбойника талант слепая зона подвергся изменениям теперь он с определенной вероятностью позволяет разбойнику использовать внезапный удар даже вне состояния незаметности вероятность повышается против целей с низким запасом здоровья также можно усилить отравляющий укол талантом ядовитый клинок уменьшающим время его восстановления и позволяющим чаще наносить больший урон от сил природы что можно сказать насчет этого ну псевдо экзекутный талант то что повышается вероятность против целей с низким запасом здоровья это хорошо головорез больше не требуется серия приемов для применения способности бросок костей это плюс вместо этого способности теперь требуется время для восстановления это минус на продолжительность которого можно повлиять чтобы использовать бросок костей в момент завершающего приема угу ну то есть нужно просто правильно кидать теперь эти костяшки вот и все в смотохе боя время восстановления броска костей будет уменьшаться при расходовании приемов серии с помощью незнающих устали клинков по-моему сейчас это азеритовый талант если я не ошибаюсь разбойники со специализацией головорез снова смогут использовать удар по почкам способность промеж глаз пригодится когда необходимо сделать более уязвимый для критических ударов а не оглушить то есть в виде стана теперь будет использоваться удар по почкам а в виде увеличения дэмэджа промеж глаз а будет ли он иметь эффект оглушения не ясно не понимаю не понимаю сложная информация также разбойники с этой специализацией снова смогут повышать свою живучесть за счет способности ускользания ответный удар станет улучшением в виде таланта талант возвращающийся крюк также увеличивает скорость абордажного крюка разбойника и позволит перемещаться в нужное место еще быстрее чем раньше больше мобильности больше выживания в целом выглядит интересно скрытность все разбойники со специализацией скрытность как всегда стремящиеся сражаться в оптимальных условиях овладели искусством поиска слабости атаки и состояние незаметности также другие способности позволяют разбойнику не только игнорируют броню цели но и наносить дополнительный урон от темной магии при применении потрошения выявление слабости также позволяет отметить пораженные цели перед применением нового действующего по области завершающего приема мрачного кульбита ну это что-то с охотниками на демонов связанное с диабло интересно который будет наносить дополнительный урон от темной магии по отмеченным целям маркаем цели ауешем в виде завершающего приема это будет наверное очень красиво выглядеть танец теней обретет силу непроглядных теней в прошлом таланта что увеличит урон наносимый во время действия способности за счет менее частых танцев вместо ночного клинка завершающим приемом наносящим периодический урон кровотечения снова станет рваная рана но разбойники скрытность все еще смогут замедлять скорость передвижения противников и уменьшать получаемое ими исцеление с помощью ядов ну это выглядит интересно то есть какая-то переработка разбойников вообще в целом это не может не радовать шаман все шаманы смогут юзать эти способности цепное исцеление цепная молния тотем исцеляющего потока оружие языка пламени огненный шок ледяной шок и щит молний также все шаманы снова смогут использовать опаляющий тотем в течение короткого времени обстреливающий находящихся неподалеку противников огненными шарами стихии шаманы со специализацией стихии больше не используют энергию водоворота и теперь основным элементом игрового процесса за шаманов с этой специализацией вновь станет управление временем восстановления способностей когда мы позволили шаманам использовать энергию водоворота в дополнение легион нам хотелось дать им больше возможностей для добавления в ротации земного шока и землетрясения ну тут всякое описание 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 и все такое прочее ничего нового то есть просто какой-то реворк за счет изменения панельки за счет удаления энергии водоворота то есть просто исчезнет этот ресурс вторящий шок это новый талант при применении наносящей цели значительное количество урона и накладывающий на шамана положительный эффект благодаря которому следующий исцеляющий или наносящий урон заклинание через короткое время будет применено повторно без затрат ресурсов некий мультистрайк в дреноре был стат назывался мультистрайк по русски многократная атака повторяющий шок это можно сказать что-то примерно похожее совершенствование как и в случае со стихиями шаманы со специализацией совершенствования больше не используют энергию водоворота ее панелька удалена теперь шаманам с этой специализацией нужно применять ряд способностей со временем восстановления в ключевые моменты ротации связаны с многократным применением удара буря ох уж этот мультистрайк в дополнение шадоу лэнс шаманы со специализацией стихии применяющие свои заклинания в определенной последовательности в нужное время и по воле стихий смогут обрушить на противников удар колоссальной мощи требующий длительного времени на восстановление они снова смогут использовать оружие шамана суммирующийся положительный эффект позволяющий мгновенно произнести следующий исцеляющий или наносящий урон заклинания оружие шамана со специализацией совершенствования снова можно будет усилить оружием языка пламени или низовства ветра наделяя его той силой стихии что требуется в текущих обстоятельствах вариативность специализаций вариативность бафов это всегда интересно пассивный эффект от таланта буря с градом переработан теперь он завершает время восстановления шока при применении удара бури опаляющий штурм стал могущественной атакой стихии огня наносящий значительный урон от огня по цели и сильно повышающий скорость атаки опаляющего тотема вау разгоняем тотемы также после применения этой способности существенно увеличивается частота нанесения периодического урона огненного шока отчего запас здоровья противников убывает прямо на глазах я прямо вижу как вот этот огненный шок который бьет словно тысячи по 3 будет бить по цели у которой лямов 10 ох на глазах то прям хпшечка будет убывать у этого противника ну ну перегрузка моментально накладывает 5 эффектов оружия водоворота и еще по одному эффекту раз в секунду в течение короткого времени хранитель бурь позволяет мгновенно произнести следующие два заклинания молния или цепная молния и увеличивать наносимый ими урон на этот талант также влияет оружие водоворота уменьшая время его произнесения благодаря чему можно быстро использовать несколько могущественных способностей подряд и в мгновение ока поразить противников теперь шаманы со специализацией совершенствования могут выбрать в качестве таланта удар духов стихий позволяющий этой специализации ближнего боя уничтожать врагов издалека мощным заклинанием оружие водоворота также может усилить и этот талант уменьшая время его применения или даже применять его мгновенно я помню раньше энхи разгонялись мол типа делали косты свои мгновенными это было давно и теперь это возвращается вновь правильно? правильно ну мили рейндж шаман в общем энха как-то сделали гибридом вновь ну что из этого получится я не знаю исцеление вступив в мир духов предков шаманы со специализацией исцеления научатся по-новому черпать силу стихий теперь заклинания щит земли могут применять все шаманы с этой специализацией без необходимости выбирать его в качестве таланта ну давно пора вздымающаяся земля это новый талант который при применении поглощает несколько зарядов щита земли восстанавливает большой объем здоровья текущей цели щита и нескольким находящимся неподалеку союзникам в общем вы вешаете щит земли далее юзаете эту земельку и регените хпшечку ну выглядит неплохо посмотрим на практике чернокнижник им добавили проклятие на этом можно общие изменения закончить рот на замке новый талант усиливающий заклинания которые чернокнижник применяет на цель страдающую от проклятия косноязычия также накладывают на жертву эффект поглощающий все получаемое исцеление в течение определенного срока это очень сильно звучит но выглядит может это очень слабо и в итоге этот срок всего пару секунд колдовство афлеварлоки эффект нестабильного колдовства больше не может суммироваться но его длительность увеличится затрат осколков души больше не требуется вау замечательно разрушение души это новое поддерживаемое заклинание безжалостно атакующая душу противника и увеличивающий урон наносимый эффектами периодического урона чернокнижника по цели страдающий от этих темных чар чернокнижники со специализацией колдовство могут еще сильнее усугубить страдания своих противников с помощью пагубного восторга новой способности увеличивающей частоту нанесения периодического урона всеми эффектами наложенными на цель в общем вешаем доты юзаем восторг разгоняем доты они тикают быстрее вроде у разбойника давненько еще был спел в талантах назывался пускание крови вспарывание крови капелька такая там бледы тикали на 400% быстрее вот вопрос насколько тут они будут быстрее тикать у варлока посмотрим чернокнижникам с этой специализацией также будут доступны новые таланты которые позволят им еще эффективнее вытягивать жизненные силы из врагов талант посадка семян теперь помещает два дополнительных семени в находящихся неподалеку противников и в сочетании с пагубным восторгом может привести к по-настоящему взрывным результатам надеемся на это и наконец рок теперь доступен всем чернокнижникам со специализацией колдовство наносит больше урона за меньший промежуток времени и если рок убивает свою цель то с небольшой вероятностью чернокнижник призовет стража ужаса который будет сражаться на его стороне в течение определенного времени я помню если рок убивал цель по демонологии то там призывался бес маленький а тут прямо страж ужаса думгвард типа вау ясное дело он сильнее но посмотрим сейчас что дальше демонология теперь эффективность темного пакта повышается в зависимости от показателя силы заклинаний что позволяет наносить еще больше урона чем прежде также чернокнижники со специализацией демонология обнаружат что талант темная ярость обзавелся новым эффектом вдобавок к уменьшению времени восстановления неистовства тьмы он также увеличивает область действия этого заклинания смертельным градом обрушивающегося на поле битвы неистовство тьмы это стан какие-то слабенькие изменения но это смешные строчки просто почему так мало талант огонь и серо улучшен в дополнении shadowlands он создает два фрагмента осколка души за каждую пораженную испопелением цель мне нужно что-то об этом сказать и я так не думаю воин последний класс который будет рассмотрен способность казнь подрезание сухожилий стойкость к боли блок щитон мощный удар щитом мощный удар отражение заклинаний вихрь доступны всем воинам независимо от специализаций также воины снова могут применять способности вызывающей крик и вмешательство чтобы влиять на ход боя сокрушительный бросок возвращается в игру эта способность обладает новой особенностью она наносит колоссальный урон противникам на которых наложены эффекты поглощающего урон щита то есть это баблы это возможно какие-то даже обычные щитки приста странно и наконец таланты удвоенное время и военная машина доступны для всех специализаций удвоенное время это по-моему дабл чардж военная машина это в тот момент когда ты наносишь смертельный удар по цели твоя хоста ему в спид повышается да по-моему да оружие взгляд на армию молдраксуса вдохновил воинов вновь использовать в битвах некоторые тактические приемы и способности теперь можно применять пронизительный вой талант рассекающий удар был переработан его можно применить после поражения трех целей вихрем и нанести урон всем противникам находящимся перед воином также наложить на них эффект кровотечения искусность глубокие раны сила которого постепенно растет талант смертельное спокойствие был переработан теперь он позволяет применить следующие четыре способности без затрат ярости в качестве пассивного эффекта несколько увеличивает максимальный запас ярости воина талант бесстрашия помимо своего основного эффекта теперь обладает и эффектом силы азерита сейсмическая волна позволяющий превосходству наносить урон противникам позади основной цели если превосходство наносит урон двум противникам за счет размажистых ударов то бесстрашие создает две разрушительные сейсмические волны ну опять же опять же азеритовые таланты зачем ну то что переработано что смертельное спокойствие это хорошо то что искусность будет работать еще интереснее еще сильнее тоже замечательно ну армс воина позиционирует как такого прям хорошего аое дпсера как говорится поживем увидим посмотрим на практике неистовство в темных землях воины со специализацией неистовства будут чувствовать себя как дома и смогут достичь небывалых высот боевого мастерства боевой запал это новый талант при использовании которого воин полностью подчиняется своей жажде кроя во время применения вихря также применяет сокрушение против основной цели накапливая дополнительную ярость воины также научатся применять способность натиск выступление атакуя противника внося ему большое количество урона и накапливая ярость то есть что мы получаем можно накапливать еще больше ярости ну и само собой уже тратить на наши нужды талант разъяренный берсерк был переработан теперь при накоплении 100 единиц ярости воин прибавку к скорости и скорости передвижения пушечное ядро снова будет добавлено в качестве таланта который с определенной вероятностью позволяет воину нанести огромное количество урона следующим вихрем ну хорошо теперь при использовании таланта свежее мясо первое применение способности кровожадность против цели всегда вводит воина в состояние иступления то есть состояние иступления это основная механика фури воина в тот момент когда ты находишься в иступлении ты дамагаешь больше ну и по себе дэмэджи конечно тоже принимаешь больше стоит это помнить например в пвп или при прокачке и теперь можно будет просто взять тот талант и узнуть его или не знаю он пассивный может непонятно еще и в итоге сразу будешь в иступлении что позволит нанести дэмэдж хороший мгновенно защита воины со специализацией защиты с ног до головы покрытые сверкающей броней легко создают впечатление доблестных защитников не стоит забывать что за каждым щитом стоит хладнокровный мастер тактики теперь воины со специализацией могут дать волю своей кровожадности с помощью некоторых переработанных талантов лютая месть увеличивает наносимый реваншем урон и прибавка к урону значительно повышается когда воин применяет реванш без затрат ярости после успешного уклонения или парирования талант устрашения переработан в соответствии с этой концепцией теперь он усиливает устрашающий крик при применении этой способности пораженные враги дрожат от страха в течение длительного времени все цели кроме основной будут отброшены назад это интересно то есть фир теперь никто не собьет талант неукротимость в качестве пассивного эффекта повысит максимальный запас здоровья цели его активация позволит воину исцелять свои раны при расходовании ярости на применение способностей вау где-то я это уже видел то что мы тратили ярость и получали отхил ах да это легендарные запястья в легионе талант никогда не сдаваться повысит эффективность стойкость боли на величину возрастающую по мере убывания запаса здоровья воина это талант из легиона он не помню использовался или нет но талант в целом сам по себе ну довольно таки интересный и в какие-то моменты он даже я уверен будет полезный фух очень много текста я постарался более как-то емко его прочитать и все-таки выдать некоторые комментарии насчет всего этого без обработки видос на час двадцать я уверен то что финальная его версия будет ну чуточку поменьше очень много изменений где-то интересные где-то добавляют просто азеритовые таланты в способности в обычные таланты их суют зачем это делают непонятно и итог мы возвращаемся к катаклизму дробь легиону то есть в легионе были классные какие-то механики хорошие интересные в катаклизме там например можно было носить дкшком как одноручки так и двуручку и мы это увидим в шадоу лэнсе то есть те кто например долго играл в катаклизм долго играл в легион увидят очень-очень много сходств в шадоу лэнсе это не будет какой-то прям уникальный новый аддон по своим механикам это катаклизм плюс легион я все сказал всех вам благ счастья здоровья берегите ноги не забывайте о ссылочках в описании мойте руки до скорого